Меня зовут Маргарита Богданова, как уже сказали, и я поговорю о ошибках, которые я встречала в различных проектах за свою карьеру. Расскажу о личном опыте, просто я заметила, что некоторые вещи повторяются из раза в раз, независимо от того, стартап это или проект, который уже какое-то время живет, и независимо от того, какие люди его начинали и делают. Вот поэтому эти ошибки я собрала вместе и решила обозначить. Вероятное, вы что-то увидите, что, ну что-то, с чем вы работали. В общем, согласитесь со мной или не согласитесь. Пару слов о себе. Ну, как мне представили, зовут меня Маргарита Богданова. Я работаю уже довольно давно в компании DataArt. Начинала как джавр-разработчик, потом стала этим лидером, и по сей день, исполняя эту функцию в некоторых проектах, я работаю как архитектор. Иногда меня зовут на момент сдачи проекта, чтобы помочь различными сложностями, которые там возникают и решить какие-то проблемы. Вот на основе всего, что я видела, я хочу рассказать о своем опыте. О чем мы будем говорить? Я немножко расскажу про выбор технологий. У нас, конечно, понятно, скорее всего, что большинство присутствующих людей это джавр-клуб. Но, тем не менее, бывает такое, что не часто. Мы ставим в самом начале проект, то есть только у нас есть возможность выбрать, что мы будем делать, на чем. Вот. Я знаю там пару интересных примеров, вот приведу на этот счет. Потом покажу тоже пару примеров с выбором библиотек, премворков и просто некоторые ошибки, которые я видела и называла типичные ошибки. С выбором технологий. Был такой проект. Сразу скажу, я не участвовала, но следила, как сказать, со стороны. Было довольно интересно. Он, в общем, начался довольно давно, в 2000 где-то в 2014 году. И тогда, когда решили, что нужно было сделать. Там была система, в общем, которая сейчас очень распространена в связи с печальным коронавирусом. Это онлайн образование. То есть там нужно было сделать такую площадку, где был преподаватель, он выбирал учеников в класс. В общем, там было какое-то общее пространство, где они могли бы работать, созваниваться, помещать какие-то материалы. В общем, смысл был в этом. И выбрали для бэкэнда акту, скалу, плей, фрэм, бомб, мы подстанем того, у типичной мазьки. В фронтэнд для того момента был довольно типичный, энджиквэр и бэкбон. Они это сделали. Сдали заказчику. Заказчик начал это запускать в жизнь и выяснилось такая неприятная вещь. Они не могли спрогнозировать, как у них будет расти нагрузка и, главное, выдержать для нее. То есть там, грубо говоря, до десятиплаты не работает, а для ста уже не работает, и мы не знаем, будет ли она работать. В общем, и как они не мучились, пытаясь удовлетворить требования заказчика и сделать этот проект. У них, в общем, ничего тут не получалось. И в конечном итоге, насколько я знаю, они постепенно пусочком интегрировали на джаву, там, в спринт поддресс. Ну, это я не к тому, что вы выбираете всегда джаву, напишите, конечно же. Но это я к тому, что, скорее всего, там, вообще говоря, вот эти вот фрэмворки, они, ну, предназначенные для распределенных систем. Они даже не клавируют это, в общем, в своем названии. Я так понимаю, там произошла такая вещь, что разработчики, которые взялись за это, они взяли какие-то популярные. Ну, хотелось попробовать чего-то нового, как нам всем, когда нам выдается такая возможность. Мы хотим что-то выбрать довольно популярное, современное, что в трейде, что рассказывают на контеренции. Это всегда завлекательно, потому что мы сами чему-то новому, конечно же, научимся, получим какой-то опыт. Но в данном случае, вероятно, у них не хватило опыта. Все это вот забрать кучу и сделать работоспособным. Поэтому, в конечном итоге, они решили, что мигрировать мы все это на нашу обычную старую джамбу, которая уж точно будет работать. Или разработчики были опытнее. То есть, вот, в данном случае, получилось как небольшой антипаттерн, потому что, если вы стоите у истоков, то да, есть всегда соблазн, вот сейчас что-то такое современное, к чему призывают, хорошо, давайте попробуем. Но надо рассчитывать свои силы. И еще проблема состоит в том, что, конечно, как правило, мы работаем в условиях неопределенности. Мы, как правило, не знаем все требования на начало проекта. И, как правило, требования по нагрузке, по количеству того, что мы должны делать, они увеличиваются со временем. Ну, без своего личного опыта обычно никогда не уменьшались в эту сторону. Поэтому, а нужно рассчитывать свои силы. Я вот для себя такое сделала, вот, из этого вот конкретного случая. Ну, а с точки зрения, там, самой пострадавшей стороной во всем этом был, по-моему, менеджер, который, конечно, мучился со всем этим. Потому что ему сначала сказали, делаем вот на этом. Потом это не заработало. Ему, конечно, пришлось, там, оправдываться перед заказчиком. Пришлось собирать команду, принимать решения, все переделывать. Ну, и, соответственно, проект вышел дорогой, понятно, потому что, по сути, одну ту же работу делают два раза. Вот. Поэтому нужно быть осторожным. Следующий пример – это уже проект, где я работала с Java-разработчиком еще в тот момент. Я не была этим лидером. Там был довольно стандартный бэк-энд. Спринт, фазгресс, ничего там выдающего. Ну, как в обычной. Но там была интересная вещь с фронтендом. Там архитектор решил, что на фронтенде мы будем использовать такую библиотечку. Она тогда, ну, была в каких-то строгах популярна. Не знаю, популярна для нас сейчас. Она называлась Smart Client. Извините. Значит, это была джаваскриптовая библиотека. Почему ее выбрал архитектор, как он говорил. Она позволяла просто выводить там личные данные и просто делать джинацию. У него была такая мотивация. Вот. Она проходила для, конечно, каких-то простых решений. Но вот, когда мы начинали изглубь, начинать с проблем, потому что документация была некомная, комьюнити была маленькая. Узнать о чем-то, как делать, было крайне сложно. А в тот момент как раз начался джи-квери. И, в общем, мы поняли, конечно, что если бы мы использовали просто джи-квери, мы бы сделали эту проблему. И, в общем, так не страдали. В конечном итоге с ней так и жили в этом проекте. Просто, конечно, это повлияло на время разработки, с одной стороны. А, с другой стороны, туда любились ссылать джуниор-девелоперов, которые пришли в проект. Потому что сеньоры отказывались отойти. Говорили, нет-нет-нет. Мы, вот, у нас там спринт, у нас, значит, это сложности всякие. А вот фронтайк, ну что это такое? Можно, значит, джуниор сослать. В общем, они там мучились. Поэтому, тут как бы для себя я такой сделаю вывод. Тоже, когда выбираешь что-то такое. Я же в первом случае говорила, что там нужно быть осторожным и выбрать что-то, что уже показало себя в продакшене. Здесь нужно выбрать что-то такое, что вы точно знаете, что уже используется в огромном количестве проектах. У вас не будет проблем ни с документацией, ни задать вопрос на том же, сколько стековер-клуб получить ответ там и разобраться с тем, как это все делать. В данном случае, мне кажется, что решение было не совсем правильным. Вот. Но это вот такие вот моменты, которые обычно в начале происходят. Я привела пример. Конечно, я думаю, каждый из вас, если бы в разработке участвовал, чтобы подобные дела сталкивались. Теперь конкретно немножко в джаве я приведу пару примеров о том, как мы выбирали библиотеку Прейнбург или не выбирали. Тут ситуация, может быть, двоякая. Или он нужен и мы его не используем, или он не нужен и мы его используем. Опять-таки, все определяется тем, какие у нас требования. Поскольку требования мы, как правило, в начале проекта не знаем, то, естественно, мы можем делать какой-то выбор, который потом нам окажется не слишком хорошим. В данном случае, что у нас было? У нас было некоторое Spring Boot приложение. У нас была на входе некоторая очередь. Мы откуда-то должны были выбирать сообщения, потом по определенным шагам обработки мы сообщения обрабатывали. В конце мы, там, за дат обработки должны были положены ЭТП. И мы в самом начале выбрали Camel, хорошая штука. Он нам хорошо позволял эти шаги его шутизировать. Все было замечательно. Мы с ним хорошо жили и были довольны. Потом требования стали усложняться. Усложняться стали вот эти шаги. В какой-то момент времени мы обнаружили, что мы тратим очень много времени на то, чтобы адаптировать Camel к нашим конкретным условиям. И в какой-то момент времени один разработчик сказал мне, давай-ка я вот этот шаг все-таки сам делаю. Невозможно уже с ним мучиться. В общем, и в конечном итоге нам на какой-то момент времени пришлось отказаться. И, в общем, на момент выхода в продакшен, там была довольно, ну, разработка несколько месяцев, потом выход в продакшен мы, в общем, практически убрали от бачки МЛ. Это не говорит о том, что он плох, не говорит о том, что он плохо думал. Это говорит о том, что требования поменялись и, к сожалению, поменялись условия. Нам здесь довольно легко удалось переобуться, относительно легко. Наверное, потому что система отчасти была так спроектирована, что мы смогли вынуть его в нужное время, при этом у нас не было таких прям уж тяжелых зависимостей, чтобы нам, в общем, тратить очень много времени на это и заменить самописным продам. К сожалению, так не всегда бывает. Бывает так, что уже много наросло сверху и просто вынуть, никакой возможности нет заменить, и тогда приходится мучиться. Вот как раз, может быть, следующий докладчик расскажет, как нужно делать правильно, чтобы вообще такого не было. следующий пример немножко противоположный. Там я пришла в самом конце проекта уже, меня как раз попросили помочь на момент сдачи, потому что там они испытывали ряд сложностей, проблем. Там, в общем, приложение было какое? В центре там был некий API выставленный наружу, это были спринговые приложения, причем не спринговые, что интересно, хотя недавно все было. Там был API для мобильных приложений, был API для веб-приложений. Ну и тут я еще отдельно выделила компонент, связанный с авторизацией, который мне немножко скажу, секьюрити. И, соответственно, были мобильные приложения, мобильные на iOS и на Android, и были веб-приемные. Вот такое было приложение довольно озеленное. Что сразу удивило, когда пришла. Команда уже работа довольно большая. Несколько команд, по сути, бэкэнд, мобильные команды, вебс-команда протенда. Но почему-то они, значит, взяли и использовали. Вот у них эти API были, естественно, в самом конце, но там требования менялись, разработка шла довольно активно, и API постоянно менялся. Проблема была в том, что со звона начинается обычно с того, что, а, мы поменяли API, злобные бэкэнщики, а фронтейн попытался что-то сделать, и у него все свалилось, и он ничего делать не может. В общем, эти разборки происходили постоянно, а причина была в том, что они документировали почему-то этот документ в обычном вордовском. Ну и, естественно, там, а, давай быстрее сделай, кто-то быстро поделал, ворд, естественно, забыл сходить, там все старое, фронтейнщик открыл ворд, в общем, использовал старую версию. Ну, конечно, первое, что мы сделали, это добавили свагер, кто джави разрабатывал, с ним сталкивался, довольно хорошая вещь, добавляется быстро, там, буквально, я не знаю, сколько надо, час потратить времени, если еще чай, попить кофе. Вот, но после этого опять стали самодокументирующейся, не нужно было больше никакого выпускного документа, собираем проект, пожалуйста, есть определенный адрес, туда мог сходить уже и бизнес-аналитик, который страшно обрадовался, потому что ему тоже там нужно было писать документацию, и он туда ходил, там смотрел, даже вопросы делал, в общем, жизнь наладилась. То есть, ну, почему ему не добавили сразу, не знаю. Вот пример неиспользования того, что можно было сильно облегчить жизнь. А второй момент здесь же был, там была написана хастомная авторизация, тоже мы не совсем поняли, почему те разработчики пришли на смену, а что с ней было, какие с ней были проблемы. Дело в том, что выяснилось, что это приложение должно было проходить секьюрити ринг у насторонней фирмы. Ну и понятно, что что-то они там должны были найти, ну и находили, потому что, ну, скорее всего, возможно написать так, чтобы все было сначала хорошо. И мы поняли тоже, что мы тратим слишком много времени на вот эту хастомную реализацию. Хотя, если вы использовали стандарт, но там многие вещи решаются, ну, они просто там есть. Ты там включаешь что-то или выключаешь, и тогда это уже работает. Но пришлось научиться с хастомной, потому что на тот момент уже времени менять не было. Это вот пример того, что, опять-таки, вы не использовали то, что могли. Так, теперь просто пройдусь по каким-то вещам, которые встречала в самых разных проектах. Вот такие штуки. Значит, вот, например, тут у нас какая-то функция, которая возвращать должна, ну, что-то там, выфильтрованная по некоторым условиям. И что обычно, ну, встречала, короче, мы сказали, что прям все так пишут, но бывает. Пытаются достать все, ну, а потом с помощью лямбок выфильтровать. Вот. То, что вверху написано с помощью геля вот здесь вот, да. Почему второй вариант предпочтитель? Это обычно стартап такой случается. Потому что, когда, конечно, стартап начинается, там таблица болтается, три записи, и все замечательно работает. Но, когда это выходит в продакшен, внезапно оказывается, что в такой таблице именно, там, 3 миллиона или 30 миллионов записей, она пытается все затянуть. Ну, и, соответственно, все салко, номере и падает. Понятно, что лучше просто написать запрос, который тебе сразу подфильтрует. Ну, обычно начинающий разработчик, по-моему, страдает такой вещью. Может быть, не забыл какая-то разница. Вот. Теперь такая вещь еще есть, тоже связанная со SQL. Ну, иногда входят в проекты критерии API. Ну, вот я написала какой-то пример, да, этого критерия API. А вот внизу это то, что он делает. По сути, вот одной строчкой написано. Вообще, эти штуки удобные для определенного класса задач. Например, у вас есть какая-то фильтрация, пользователь будет фильтроваться по каким-то полям. И вы не знаете заранее по каким. Тогда он выбирает, там, условия фильтрации. Да, тогда удобно все это динамически делать с помощью критериев. Почему все неудобно делать вот таким образом? Ну, во-первых, читать неудобно. Понятно, что нижняя запись гораздо проще к прочтению. Второй момент, такие штуки довольно сложно оптимизировать. Иногда даже невозможно. Получается, что когда там выходят на большие данные, приходится это просто все убирать. Это я прям встречала в нескольких проектах. Вот такую штуку делали. Хотя для определенного класса задач удобная вещь. И еще хотела поговорить о такой задаче тоже. У меня, я не знаю, в последнем ряде проектов она встречалась. Обычно задача выглядит так, типовая. У вас есть какие-то файлы. Эти файлы, ну, или приходят куда-то, там, складываются в ДП, или они складываются в облако. Или там пользователи просто их приносят регулярно. Раз в месяц, раз в неделю. Они какого-то определенного вида. Несколько их иногда живет. Вам нужно взять такой файл, распарсить его. Сделать некоторое преобразование с каждой строкой. Потом нужно нанести в базу данных. Вот такая задача. Довольно типовая. Что делают обычно? Ну, прям вот я раз в три. Четыре. Что делают обычно? Ну, идут по файлу, по каждой строчке. Для каждой строки делают это преобразование, генерируют джинсерк. Все. Все хорошо, только работает обычно медленно. У меня два таких прям хороших примера. Один пример был проект. Там должны были каждый месяц приходить файлы. Ну, размер гигабайт, два гигабайта вот такие. И вот они написали, значит, в таком виде. Он говорит, ну, мы загрузку запустили. Ну, хорошо, идет она. День идет, два идет. В общем, они делали оценку, что она у них что-то там полмесяца будет идти в загрузку. Такого файла. Она каждый месяц будет видеть, там вот десятка. Вот. Но в конце концов не дождались, оно не попало. Вот. Ну, потом и второй пример. Это тоже не так давно. Встречала, тоже написали. Там были файлы поменьше, гораздо. Там где-то 150 мегабайт, 200 мегабайт такие. Ну, когда вот в таком режиме написали, там они должны были занимать эти загрузки по 8 часов, по 10 часов. Заказчик пришел и говорит, ребята, что такое? Что это вообще? Что происходит? Вот. Ну, пришлось, конечно, менять. Обычно, ну, никакой там магии нет. Меняем обычно просто. Ну, хойл отличный. Что помогает? Идем по файлу, по каждой строчке. Делаем преобразования. Только эти преобразования не записываем сразу в базу. Угенерируем эксерты. А записываем куда-нибудь результат. Ну, например, какой-то другой файл. А потом в зависимости от логики. Может быть, мы сразу можем этот файл загрузить прямо в таблицу, куда нам нужно. Если не можем, то можем загрузить в определенную таблицу. А потом, например, там апдейтами, джойнами соединить и также вставить туда, куда нам нужно. Обычно это дает прирост производительности просто колоссальный. А вот в первом случае у нас загрузка в финале получилась минут сорок в каждом файлу. А вот во втором случае, ну, там, может, пять, а может, меньше. В общем, очень, ну, довольно быстро уже, несущественно, скажем так, заказчик был доволен. Вот. Что с этой задачей обычно, ну, какие вопросы следует себе задать, если вам вдруг попалась такая задача. У нас у заказчика предполагаемый размер такого файла. Но, как правило, они не знают сзади в начале. А потом, значит, взять и умножить его на 10 смело. Потому что, ну, во-первых, вам нужен некий зазор, чтобы быть уверенным, что у вас все хорошо отработано. А во-вторых, на моей практике, вот реально то, что говорили в начале заказчики, можно смело было нажать на 10, ну, потому что вот они так ошиблись. Вот. Ну, понятно, что тестировать нужно на файлах максимального размера, желательно даже больше, чем максимальный, чтобы понять, как оно работает. Потом, что еще. Учитывать, что локально, скорее всего, будет все быстро летать. А когда вы выйдете, ну, конечно, желательно это все протестировать на обружении, близком к продавшему. Потому что там, как правило, все гораздо помедленнее. И желательно где-нибудь попытаться это проверить. Потому что разница может быть существенная. И еще почему-то забывают в таких задачах писать понятный лок файл. Потому что у вас понятно, что файлы будут разные приходить и с ошибками. И вам нужно знать, если вы свалились, то где вы свалились, сколько вы грузили, а вообще, что происходило во время загрузки. Вот это почему-то бывает делать очень часто. И напоследок, приведу еще один пример ошибки. Мне она очень понравилась. Я прям не уставила, может сказать, в последний момент. Это был один из последних моих проектов. И ошибка реально была допущена при старте. Там была какая-то ситуация. Ну так бывает в стартапах. Сначала начинал писать один разработчик ВК. А то он какое-то время жил один. Потом заказчик понял, что ему все нравится. И он начал развивать систему. И там быстро начал добавлять. И там вылезла команда. Вот. К моменту сдачи была большая команда. А он почему-то вместо даты, вернее, ну все типы, все поля с даты использовал тип-дейк. А не использовал те типы, которые в общем сейчас рекомендованы. Зоны, там, local day, local day time, там, таймзоны. Ну все те типы, которые помогают с датой работать гораздо эффективнее. И в чем была проблема. Это раз была проблема. И вторая была проблема, почему-то он использовал типы довольно хаотично, на уровне баз данных. То есть там вообще положение должно было работать в разным таймзонам. Вот. Там стояли действительно типы полей, там, в таймзонах, без таймзоны. но они как-то были очень хаотично сделаны, в общем, такое чувство, что человек просто не задумывался, писал, представил, что-то представил, вот, и еще там не было единого контракта на представление даты ВПА, когда она давала славу, и это все породило нам целый гумерат проблем в конце, вот, там было много ошибок, даже была заведена соответствующая, ну, прям, подраздел с такими ошибками, вот, и, как, когда, в общем, самая, наверное, любимая ошибка наших тестировщиков состояла в том, что там были люди, и были у них даты рождения, вот, если ввести дату рождения, она была в разных, в общем, записывалась, если открывать в разных тайм-зонах, то она скакала, например, сегодня там, 8 марта родились, а там, в другой тайм-зоне уже 9-го, там, или 7 марта, в общем, вот, это их сильно радовало, ну, и таких ошибок было очень много, ну, начать с того, что самое главное, в общем, мы как бы собрались, посмотрели на все это, ошибка реально оказалась очень дорогой, потому что написано вот очерк кода уже в тот момент, и на момент сдачи у нас просто не было времени, чтобы везде все менять, конечно, самое главное, что нужно было сделать, и вообще, говоря, перейти за то, типа, тейп на нормальные типы, но мы как бы сделали половинчатое решение, вот, из того, что могли мы, там, базе поправили, типа, на нормальные, где могли, мы поменяли типы приложения, где не могли, оставили, и, в общем, все бакоинщики были обобщены о том, что если ты, там, берешь какую-то задачу, и у тебя, там, вдруг встречается тип-дейп, то ты должен его менять обязательно, вот, это позволило нам как-то выплыть, но ошибка реально получилась дорогой, почему? Потому что вначале, ну, если бы, наверное, он был не один, любой код-ревью, очень легко бы эту ошибку отловили, в общем, ничего бы не стоило ее исправить, а тут уже в конце работала целая команда, чтобы, там, как-то все это исправить, а они могли, там, закастливить, по сути дела. Вот, поэтому, тут главное вывод, быть внимательным. Ну, и, вот, в общем, несколько общих советов, потому что я рассказала, а если вы стоите в начале, то, говорится, вам повезло, и вы должны выбрать, на чем писать, как писать проект, это замечательно, это хорошая возможность и поучиться, и сделать что-то новое, набраться опыта, ну, тут можно все это, ну, написать, продумать, а потом обязательно с кем-то это обсудить, не обязательно, там, это может быть имбрид или архитектор, хотя, конечно, лучше всего это обсудить в команде, если оно у вас есть, с кем вы собираетесь делать, но если нет такой возможности, то с кем-то просто, с кем у вас хорошее отношение, вы знаете, что там, что у человека есть опыт, потому что ты, когда сам проговариваешь, как правило, что помечаешь, ну, у другого человека, что вы можете подсказать из своего опыта. Ну, про код рифы я уже говорила, хорошая вещь, хорошая вещь, особенно, когда они неформальные. Здесь я что часто встречала, если работает большая команда, там, понятно, разработчики разного уровня, и сеньоры, и middle, и жюньоры, обычно жюньоры, подходишь, говоришь, ты что код ревью не делаешь, иди сходи, посмотри. Да нет, ну ты что, там, ну, сеньор писал, куда я пойду, что я буду делать, я вот там, нет. Ну, иди сходи, посмотри. Ты все равно можешь что-то заметить, на самом деле, все мы люди, и не важно, там, какие же у нас регалии, как мы называемся, мы все ошибаемся. Поэтому, когда человек посмотрит свежим взглядом, это всегда хорошо. Во-первых, ты будешь лучше знать систему, если ты делаешь код ревью своих товарищей, будешь лучше знать, что происходит. А во-вторых, ты можешь повлиять на развитие системы, и завернуть что-то, если тебе не нравится. Ну, и последнее, тут выделено, будьте внимательны, с настройками безопасности. Я там привела один пример, на самом деле, в моей практике было их несколько. С настройками безопасности тут что самое важное? Обычно в начале проекта об этом как-то не говорится, но, ну, скажем так, нередко я встречала, когда вот сдача проекта, и тут приходит раз заказчик, и говорит, а я вот решил, что будем проводить security review где-то там в посторонней конторе желательно. Ну, понятно, для чего, потому что, когда это делает кто-то, кто вообще не связывается с кодом, это хорошо, потому что он, скорее всего, что-то найдет. Но надо понимать, что, если вы стоите в начале, об этом нужно говорить с заказчиком, и нужно спрашивать, что они хотят, потому что это время. Иногда довольно много времени. Вот. Ну, собственно, все, что я хотела сегодня рассказать. Спасибо за внимание, и я жду ваши вопросы. Да. Друзья, вопросы задаем в микрофон. Пожалуйста, вопросы много это радует. Маргарита, спасибо за дата. Так, возможно, я не сам, но здесь сначала что-то мог упустить, но был ли такие проекты или, может быть, там, в каком-то проекте ситуация, когда организационные, скажем так, моменты влияли на выбор технологий. Например, на старте выбрали какую-нибудь редкую штуку, которую мало кто знает на рынке. Приходит бизнес, говорит, так, нам нужно делать в параллели. Давайте масштабируйтесь. Мы такие, давайте масштабироваться. Приходим потом через три месяца и говорим, так, нам пришлось делать жена и обучать его вот этой технологии, потому что никто ее на рынке не знает. Ну да, ну тут такой момент. Если пришел заказчик и сказал, что мы делаем на этом, то что мы можем сделать? Можем только ему сказать, может быть, мы там вот еще тут есть что-то порой. А если сами так сделали себе? Ну да, есть и такое сами. Даже я, было у нас обсуждение, там спрашивали, а что делать, если вот так, ну что-нибудь вывозить? Был такое, да. Спасибо за доклад. Хотелось в следующий момент узнать. Вы говорили, что писали кастом на авторизацию. И вообще, по поводу кастомного кода, добро или зло, в том плане, что когда действительно стоит писать кастом, а когда необходимо брать готовое решение просто на фигурирование? Да вот нет ее границы, я для себя тоже не смогла на самом деле ее найти. Вот я единственное могу сказать, что вот я бы с секьюрити не связалась сама, я бы не стала кастом написать никогда. Ну вот такой момент, только начинаем оборудование. И при воспринимании, что, так говоря, идеи хорошие, идеи хорошие, что мы можем взять идеи, хорошо документируем уже на нас. Да, когда надо. Да, не надо делать, точно. Раз, там, не год, не делаем, но с моим кучей. Я думаю, что точно не знаю. Да, или стоит очень долго. Или вот вы видите, что вот как с этим смартфайтом, мы сразу вообще архитектор там, в самом начале ее где-то рассказывал, там библиотечку он выбрал, но ему сразу говорили, ну что ты, давай же квейривайте, ну на тот момент популярность, вот штука. Нет, ну он как бы принимал решение, мы не смогли его убедить. Ну в конечном итоге мы же ели этот кактус, потому что мы ему говорили, ага, ты вот это сделал, но ты-то код не пишешь, ссылай, а мы туда джуньорка. Ну так вот. Еще один вопрос, почему кромпинг, если это не надо, если нет, почему кромпинг понимает? Ну это отдельные же, премборки, Spring Boot это как бы Явлепа система, а тут JavaScript, это как бы отдельная часть стоит. Сейчас вообще, как правило, делают как weekend отдельно, frontend отдельно, они между собой общаются, то есть они даже не вместе, и это вполне нормально. Ну это маленькие приложения сойдет, а если сложные, если там что-нибудь нужно пастопизировать, тем более там шейфтин вот это все, оформление сделать кастомное, это уже будет сложно. Ну можно, на самом деле, можно, но большие не делают, сложно. Спасибо за вопрос, я вернусь к нашим первым кредитам, потому что был вопрос на задних кредитах. Спасибо за доклад, интересует следующий вопрос. Вот смотрите, с точки зрения информационной безопасности всегда может возникнуть следующее, что может произвести скомпрометированные действия. Если обычное решение, либо библиотека такая, как вы относитесь к тому, чтобы использовать специально разработанные секьюрити библиотеки для Ява? Спасибо. А я тут сразу прошу, а кем специально разработаны? Только свои или кем разработаны? Я тоже когда делаю. Ну есть разработаны у вас, например, в Open Source, и есть разработаны именно разработчики, сами, которые хотели. Определенность использования программы, продукт открыт в Open Source, а есть, который закрыт именно как видит разработчик? Ну там надо смотреть, конечно. Ну да, иногда запасчет его. Чтобы вход был, последний там, как атака, не атака, а исследование. Потом затихло, а в дальнейшем уже появилось новые security лаборатории, но не все ее используют, потому что не знают о себе. Спасибо. Да, ну вот, как правило, мы там в основном друг Java, это Spring, а Spring Security, вот как я сталкивалась, обычно там все хорошо покрыто, но иногда бывают заказчики, там говорят, какие-то определенные свои требования внутренние бывают, когда они говорят, мы делаем вот так, и ты делаешь так, как говорят они. Самый вопрос. Ну, а то есть у вас ваши вопросы? Спасибо еще раз за доклад. У меня вопрос, уточняющего характера, немного непонят по поводу того, показательного проекта, который сам первый был. Что все-таки стало причиной смены? Это то, что он был плохо масштабируемый, или остаток экспертизу разработчиков в этих фриворках? В фриворке ни при чем, я думаю, совершенно, скорее всего, есть проекты, которые хорошо живут на этом стеке. Я думаю, что там был просто недостаток опыта разработчиков, то есть, причина была в том, что у заказчик приходит, говорит, ребята, она не работает, 10 пользователей, это что такое? Они говорят, окей, пошли чинить, чинили, 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 что-то сделали. Говорит, на, надеюсь, работает. Он приходит, говорит, ребята, оно 50 не работает, а потом они уже, он когда в так пару раз сходил, потом приходят, говорят, ребята, можете мне прогноз какой-то дать, вот там, типа 100 работает, а 200 не работает, почему? И выяснилось, что они не могут ничего сказать на эту тему, мы не знаем, сказали они. Ну, а менеджер почесал затылки и думает, ребята, все, пошли мы на Ялта. Он касается того кейса, когда была длительная запуска файлов, я хотел просто уточнить, я правильно понимаю, что бутыл на это был в том, что на каждую строку происходило обращение записи в базу, а тут просто мы использовали кухера и сделали один раз за пять в базу. Да, верно, и вот если так делать, ну, у вас будет довольно большой файл, сколько там строк, ну, короче, и вы сгенерируете stop-insert, это будет очень мягкий, баз, потому что должна сделать коммиты, а когда вы, коммит транзакции, а когда вы где-то накопили, а потом балком все это делаете, как правило, это делается мгновенно, но она как файл просто переносит оттуда, и уже потом можно что-то делать, это просто драматически быстрее в общем сильно. Боже мой, как много вопросов, это очень радует. Спасибо большое. Возвращаясь к вопросу о смене стека обратно с плейя на Spring, не лучше для решения найти какого-нибудь человека внутри компании, тем более, что он искал вещь, конечно, более редкая, чем Java и Spring, люди есть, не проще ли найти человека, который в этом все разбирается, который придет и починит существующее, чем взять и все заново переписать? Я думала, я просто видела это страдающее умение, если бы у него была такая возможность, скорее всего, он бы сделан, а тут просто что, в компании, скорее всего, есть такие люди, но дело в том, что они могут быть несвободные, то есть ты придешь к ним, а у него уже 8 часов, а может быть и 10, и он скажет, ну, он же голову свою себе не представит, правда, он может и знает, как сделать, но опять-таки, такого человека, скорее всего, нужно, или чтобы он сам этот ход написал, или если не написал ход, то поставить его во главе этой команды, чтобы он следил, да, сказал здесь, ну, а чтобы следил, надо вникать в ход, ну, то есть просто не всегда бывают ресурсы, скорее всего, в тот момент и бах не было, потому что я вроде как знаю хорошую скалуру работчиков, которые делают серьезные проекты, а не да, у нас компания, ну, вот, не швак ваших. Друзья, у нас остается буквально пару минут, вопросы еще не заканчиваются. Я, возможно, немного не очень поняла про выбор технологий, а именно саму, получается, мораль. Я сейчас вижу то, что когда архитекторы выбирали что-то необычное, то все потом разгребали эти ошибки. Следует ли из этого, что всегда нужно выбирать что-то самое обычное, чтобы потом не искать разработчиков на АКО или на Play Framework? И ошибки ли это? Ведь зачастую в самом начале непонятно вообще куда будет сам проект развиваться и будет ли вообще развиваться. То есть как не допустить этих ошибок? на самом деле я к вашему это тайну по решению или что разработчик всегда открывает то, что сделал архитектор. Это просто постоянно, поэтому архитектор, скажем так, это не самая любимая фигура. Особенно, если ты дим-лидер, а у тебя еще есть архитектор, и ты не совсем согласен с этим, но там постоянно идет, скажем так, не война, но в общем какие-то дебаты. Ошибки ли это? Ну, по большому счету нет, да? Потому что на самом деле и на этом, на самом деле на всем, чем угодно можно писать. И это будет работать, и это подтверждается практикой, и в общем вот даже известные какие-то сейчас вещи, там, что я читала про Инстаграм, что он там буквально на коленке был написан, и они, не знаю, правды нет, но по-моему, что они там просто все удалили лишнее, кроме картины, потому что с ними работают, все-таки такое, как бы я пакет слышала, не знаю, насколько верно. Вот, то есть это всегда такой момент, а когда забираешь, ну, хотя бы какой-то здравый смысл включить, вот оценить, я не знаю, прототипчик какой-то на Китае, а мы сможем вот такого рода систему, там, потянуть вот на это, или не сможем, а мы вот если данных побольше накидаем, а что там будет? Ну, то есть, это вот и есть работа архитектора, она действительно очень сложная, дорогая, там, за нее платят много, именно потому, что действительно ошибки могут очень дорого стоить, действительно, надо раскинуть мозгами и ввести опыт. Ну, мой конкретный опыт, когда я там отвечаю за это дело, я там 10 раз подумаю, скорее всего, я не выберу, что-то сейчас очень модное, современное, молодежное, я скорее всего возьму что-то, что уже продакшен точно, я знаю много систем, которые с этим сработают, там моя позиция, некоторые любят что-то вовремя. Друзья, последний вопрос, я видела, что вот этот дорогой снимал, на шкале работа. Спасибо за доклад, у меня вопрос такой, есть ли универсальный рецепт, как признаться заказчику, что мы сели в лужу и нам надо все переписать? Спасибо. Хороший вопрос. Ну, на самом деле, заказчики, да, разные бывают, я в своей практике разная цель, поэтому это очень понимающая, между прочим, то есть, если ты, ну, не просто так, что у тебя с культа бараб, ты там что-то взял, потому что мне захотелось, так, конечно, не работает, то есть, ты реально объяснишь свои мотивы, а потом покажешь, например, что ситуация поменялась, или вы не знали, ну, смотрите, вы не знали, вот тут что-то добавилось, а теперь вот оно не так и нам нужно переделать, так работает, то есть, иногда даже они готовы, ну, ждать, они понимают, ну, бывает, что не готовы ждать и не понимают, и иногда это, да, действительно, наши ошибки, тогда как обычно решают, выгонять туда толпу народу, там, а, давайте быстрее, все быстро разгребается, в общем, так бывает, а право, право, а потом все герои, потому что причинили.